Особое доброе утро сейчас хочется сказать мамочкам и будущим мамочкам, потому что рубрика сейчас именно для вас. У нас в гостях здесь Елена Сащенко, консультант по грудному вскармливанию. Доброе утро! Доброе утро! Спасибо большое, что пришли к нам сюда, потому что раньше, знаете, когда я не была в положении, не родила ребенка, для меня этот вопрос вообще был абсолютно неважен. Вскармливание, грудное вскармливание, и мне казалось это вообще что-то то, что меня никогда не коснется, в принципе. Это не про вас. Да, это не про меня, то, что мне не придется задавать вопросы, я все могу сама. Но оказалось, что ваша профессия, можно это так назвать, она очень важна. И первый вопрос вообще такой, грудное вскармливание передается ли оно по наследству? Нет, конечно. Это социальный навык. Это то, чему женщины учатся в течение жизни. Нет такой женщины, которая родилась и такая, о, все, я умею кормить, о, я знаю, как это делать. Мы учимся, мы учимся у наших мам, бабушек, у женщин, которые нас окружают. А так как мы сейчас живем чаще всего в больших городах, и мы изолированы, каждый по своим домикам, по своим квартиркам, мы не видим. Поэтому и появилась эта профессия. Женщины продолжают обучать женщин. Ну, кстати, эта профессия абсолютно новая, мне кажется. Ну, как бы, если сравнивать ее с другими, сколько лет вот этой профессии? Ну, да, это сравнительно новая профессия. Ну, по моим данным, насколько я знаю, это Лаличи Лига, первая такая вот организация, которая объединила женщин, да, которые стали друг другу помогать. Это было там в 80-х годах в Америке, и вот с тех пор потом выделилась профессия, стали обучать друг друга женщины, искать информацию, врачи подключились. Примерно так вот, к чему мы сейчас пришли. А нужно пройти какое-то специальное обучение, чтобы потом консультировать? Конечно, да, потому что опыт, он ограничен. У меня, например, вообще все хорошо было, все удачно, да, поэтому ко мне обращались мои подруги, говорят, ну, у тебя получилось, у нас не получается, что делать? А я не знаю, что делать. Пошла, отучилась, узнала. Ну, кстати, молодцы, подруги, потолкнули вас на такую профессию. Вот еще один вопрос следует. Чаще всего женщины сталкиваются с тем, что когда они в роддоме рожают ребенка, у нее и его берут, и подкармливают смесью. Можно ли это делать или нельзя? Зависит от ситуации. Все очень индивидуально. Чаще всего ребенок, здоровый ребенок рождается, и он не голодный. Ему, по крайней мере, трое суток не нужно ничего. Из бутылки точно, да, у мамы появляется молозиво, его очень мало, несколько капель. Это то, что нужно ребенку. Если что-то не так, смотрят на вес, смотрят на поведение, иногда нужен докорм. Но это очень редко. Чаще всего дают, чтобы не плакал. И если все хорошо получилось, ребенок потом берет грудь, окей, ладно, бывает. По-разному действуют мамы в этой ситуации. Но чаще всего ничего не нужно. Ну, то есть это не такой резкий вопрос в плане того, что иногда многие женщины резко реагируют. Вот ни в коем случае нельзя докармливать ребенка, иначе он как-то не возьмет потом мамину грудь, и все будет плохо. То есть можно, если ребенок не доедает, вполне взять и дать ему. Ну, конечно, такие женщины просто опасаются. Они, видимо, прочитали информацию, узнали, что есть риски определенные. И они хотят себя отгородить. Но бывают такие ситуации, когда может понадобиться докорм. Но это реже, конечно, чем обычная ситуация в роддоме. Хорошо. Тогда теперь вопрос такой. Питание кормящей мамы, из чего оно должно состоять? Правда ли то, что нельзя употреблять газировку, например? Потому что говорят, это плохо сказывается. Капуста, огурцы. Да, капуста, огурцы, это правда или нет? Потому что многие говорят, вот я знаю, что в Америке им даже в палату приносят сладкий торт, чтобы мама, видимо, у нее появились силы, когда она родила. И даже могут как-то воду, кока-колу, например, принести. Да, да. Я вообще обожаю этот вопрос, и обожаю на него отвечать, потому что я всегда говорю, можно все. Да ладно, правда. Да, я себя мучила диетами. Я такой разрешающий орган. Прихожу к маме и говорю, можно, ешьте. Единственное, что стоит помнить, про количество. Не стоит увлекаться. Не надо клубнику тазиками, не надо шоколад пачками, да. Можно все. Не надо мучить себя диетой. И на всякий случай, вдруг там что-то у ребенка, не надо. Не надо ограничивать себя. Маме нужно получать разную пищу, полноценную пищу. Иначе, если она будет сидеть на диете, то к шести месяцам ребенка она может очень сильно истощиться. Поэтому можно чуть и кока-колу. Я даже шепотом маме иногда говорю, что да, ну вы клубнику, она тоже шампанское, да, что вы бабушки не услышали. Потому что мама говорит, ну блин, иногда-то хочется даже пиво выпить. Ну блин, ну выпить его чуть-чуть. Ну это же не про то, что вы там сопьетесь, я не знаю. Ну да, да. Ну а тогда следует такой вопрос. Смотрите, часто говорят, что вот твой ребенок плачет, значит он не доедает, возможно у тебя пустое молоко. Из-за этого начинают кормить смесью, мама теряет молоко. Я вот с таким столкнулась. Мне, например, говорили, возможно твое молоко недостаточно жирное, поэтому твой ребенок плачет. Правда ли это? Я всегда очень злюсь на такие комментарии, и мне хочется сказать, вот вы на свое молоко, вот посмотрите, вы с ним разберетесь. Молоко женщины, оно идеально подходит для ребенка. Ну не бывает пустого молока, недостаточно жирного, слишком жирного, все хорошо. А плач ребенка это не равно голод. Чтобы узнать, почему плачет ребенок, нужно разобраться. Если это голод... Вообще-то колики чаще всего, мне кажется. И колики могут быть, и просто там стрессанул, и там что-то еще, он адаптируется вообще-то первые два месяца после. Родов, да, все нормально чаще всего у мамы с молоком, а чтобы точно, ну, как бы, я подумаешь, сказала какая-то тетенька, которая называется себя консультантом, ну, этого мало. Мы смотрим на прибавку, на прибавку веси. Есть прибавка, значит, есть молоко, все хорошо. И это очень женщин успокаивает, когда у них есть цифра, а цифры, вот, их нельзя обмануть. Ну, хорошо, а вот если у мамы, она посоветовалась, пошла на поводу, послушала эти советы, и, в конце концов, молоко начало приходить все реже и реже. И если оно, например, приходит один-два раза, его возможно вернуть? Конечно. Возможно вернуть? Конечно, все возможно. Есть женщины, которые кормят приемных детей. Называется индуцированная лактация. То есть это все в мозгах, на самом деле? Или как? В мозгах гормоны, да. И это просто нужно определенные действия делать, и все можно вернуть. Просто расскажите мне. Ну, что можно делать? Посмотреть на ситуацию, смотря сколько там ребенку не хватает. Мы на прибавки смотрим. У ребенка, скорее всего, есть смесь какая-то, есть грудное вскармливание. Мы налаживаем прикладывание, мы подключаем сцеживание, если нужно. Мы взвешиваем ребенка регулярно, обычно каждые три дня. Если прибавка идет, мы начинаем убирать смесь. И, грубо говоря, схема выглядит так. Убрали 30 мл смеси, значит, появилось 30 мл молока, потому что прибавка-то идет. Вот, убрали еще, то есть смеси становится меньше-меньше, молока больше-больше. Это просто время, нужно время, чтобы, ну, лактация снижается постепенно, ну, и разгоняется постепенно, ну, все возможно. То есть даже если абсолютно лактация пропадет, ее можно вернуть? Можно вернуть, но это усилие. Вы меня прямо вот взбодрили, прям очень-очень. Я рада. Спасибо большое. Давайте перейдем к пеленанию, да, это подготовка. Потому что это тоже такой вопрос, и параллельно давайте будем пеленать, и я буду вам задавать вопросы. Начнем с того, что вы за пеленание ребенка на ночь особенно или нет? Вот, я за пеленание, которое называется адаптационным. И нам потребуется вот такая пеленочка, она трикотажная, она тянется. Это имитирует матку. То есть ребенок может вот такие движения совершать, и она прямоугольная, и длинным концом мы кладем вниз. То есть можно прийти в магазин, сказать, мне нужна пеленка, которая тянется. Трикотажная, да, трикотажная ткань. И кладем ребеночка так, чтобы вот шейка прям закрывалась, да, чтобы можно было. Старый метод пеленания, такой советский, это когда руки по швам, ноги, все, ребенок такой, боже мой, что происходит, начинает сразу выковыриваться оттуда, выпиваться. Не очень хороший способ, потому что он был основан на том, что надо бы что-то там у ребенка выпрямить. Руки были прямые. На самом деле ничего не надо уже выпрямлять, все уже давно поняли, что все выпрямляется само. Для чего пеленаем? Для того, чтобы ребенку было комфортно. Мы имитируем матку, вот. Поэтому ручки, они чаще всего поджимают, тонус у них, да. Вот мы так ручки и держим. Все, одной ручкой вот взяли, и начинаем. Первым полотном закрываем сразу обе ручки, подтягиваем, натягиваем, все, завели за спинку. Ну да, старый метод там по очереди, одну ручку, потом вторую ручку. Да, 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 чтобы не распеленался, не дай бог. Вот, и вот на этом этапе, когда я пеленаю деток, они уже успокаиваются и очень внимательно на меня смотрят, потому что они уже понимают, что-то я где-то это чуже чувствовал. Второй, второе полотнище, все, и осталось у нас низ. Ножки должны быть свободны, ребенок может подгибать их, разгибать, да. Все, мы ведем, и прям под горлышко, вот так вот. Она мягкая, она тянется, еще один край запеленали, и последний край, и под первый слой, аккуратненько. То есть, благодаря тому, что тянется ткань, ребенок может легко шевелить ножки. Да, он может даже ручки опускать и поднимать, ножки, все. И для чего еще пеленаем, чтобы он себе руками не мешал? Да, потому что я почему столкнулась с такой проблемой, что мой ребенок начал будить себя. Я уложу, я могу час укладывать ребенка, я положу ее спать, и ручками она себя обязательно разбудит. Рука, все. Да, и все. И я пришла к тому методу, конечно, советскому, потому что у меня не было консультаций, что нужно пеленать. Но я вижу, что этот способ намного лучше. Да, он такой более комфортный. Щадящий он. Он щадящий, да. Ребенок, так можно пеленать вплоть до 6 месяцев на сон дневной. Да, и на ночной, в зависимости от того, с кем ребенок спит, бывает в кроватке, бывает за родителями, да, если с родителями не стоит, так окей. Мамам очень нравится, когда они сидя особенно кормят, ребенок вот так руками может отталкиваться. Да, он отталкивается. Все, припеленали, он только понял, работаем. Ну, потому что еще если советское пеленание заметила, ребенок кряхтит всю ночь, он пытается выбраться. Работает. А из-за этого он тоже просыпается, да. Тогда это мы поняли. Давайте вернемся обратно к грудному вскармливанию. Скажите, пожалуйста, до какого возраста желательно кормить ребенка? Ну, здесь вернемся к ВОЗ, рекомендациям, да, Всемирной Организации Здравоохранения. Они озвучивают цифру 2 года и старше. 2 года? Я думала, полгода, макси. Полгода, это идет речь о исключительно грудном вскармливании. Когда ребенок получает только грудное молоко, ничего более. После 6 месяцев вводится прикорм, но кормление грудью остается. И на самом деле в нашей стране в основном мамы кормят до года полтора. Вот так вот, если сравнить, да, и то это здорово, если она докормила до этого возраста ребенка. Но грудное вскармливание очень полезно на втором году жизни. Оно просто выполняет уже другие функции. Если первые полгода, там, 12 месяцев, оно выполняет функции накормить, обеспечить все потребности ребенка, да, то после года уже оно выполняет функцию поддержать. Поддержать маму тоже, кстати, потому что грудное вскармливание полезно для мам. А чем? Есть статистика, которая говорит, что мамы, которые кормили грудью, у них меньше риск заболеть онкологией. Там, кстати, мама, которая кормит, она как пылесос для кальция. А вот, например, я уже не кормлю, и я получаю вот кальций, как обычно. Например, мама, которая кормит, она из того же творога получит кальция больше. Потому что организм понимает, что. И так во всем. Профилактика очень многих заболеваний, на самом деле, грудное вскармливание. А почему тогда, когда кормишь, часто бывают ногти тоньше становятся, зубы летят, волосы начинают выпадать? Почему, если мама, наоборот, больше витали? А вот вернемся теперь к диетам, на которых сидят мамы чаще всего. Это все из-за диет, вы хотите? И от усталости. Это не грудное вскармливание, это материнство, которое, в принципе, тяжело дается женщине, которая не спит нормально, да. Хорошо, если она вспомнила, что нужно поесть к вечеру. Ну, кстати, да. Вот и результат. А сколько раз нужно есть, чтобы было молоко? Да как обычно есть. А если вот мама действительно ест один раз в день, у нее будет молоко по-любому или нет? У нее будет молоко, то есть, по данным, если женщина получает прям очень мало калорий, прям голодает, да, то тогда у нее снизится количество молока. Но организм настроен так, что он будет ущемлять где-то организм женщины, все запасы из нее тянуть, но молоко будет, потому что приоритеты. Ну, и вы сказали, до двух лет и после двух лет желательно кормить ребенка. Можно кормить, то есть это не про то, что так, завтра ребенку два года, молоко превратилось в тыкву, все кормить. Нет, это все же плавные процессы, это зависит от мамы и ребенка, как у них все настроено, как вообще им комфортно, да? Ну, просто чаще мамы, часто мамы выходят на работу, и как, банк молока или вот как с этим вопросом? Зависит от возраста ребенка. Если ребенок очень маленький, бывает, что и смесь подключают, да? Бывает, что и мамы сцежены оставляют. Ребенок постарше, он может выдержать, она приходит, возвращается, кормит. Бывает, маме привозят ребенка на работу. То есть все это можно организовать. Если женщине никто в голову не тюкает, все, ну давай, хватит, ну ты там уже, там у тебя нету. А вот сколько раз в день вообще по статистике ребенок должен есть вот мамин грудь? Ну, опять-таки от возраста зависит. Маленький ребенок, плачет два месяца, он может прикладываться очень часто и хаотично. И мамы часто пугаются. Да. Он постоянно просит грудь, он постоянно висит, и мы тогда смотрим, что с прибавкой. Все хорошо, значит нормально, да? Старший ребенок, я, кстати, не за кормление по требованию, старше двух месяцев. Потому что кормление по требованию нужны ребенку, вот когда он маленький, когда он только адаптируется. Ребенку там три недели на любой писк мам дает грудь, окей. Когда ребенку полгода и на любой писк грудь странно, тем более год. То есть мама уже смотрит, а что на самом деле хочет? Просто утешится или есть? А соску можно давать или вы против соски? Ну, опять же, соска это риски. Почему? Потому что язык двигается по-другому. То есть если когда ребенок сосет грудь, то язык двигается волной. Ребенок как бы сцеживает языком молоко. Когда ребенок сосет бутылку или пустышку, да, язык чаще всего двигается вот так. Поршневое такое сосание. И хорошо, если дети, которые прекрасно знают, а с грудью вот так, а с соской вот так. Все, проблем нет. Но дети чаще всего начинают путать или потом не понимают, что с грудью делать. В моей практике были дети, которые отказывались от пустышки. Молодцы. Другие, о, это что такое? Нет, маме, на сестье лучше. Но чаще всего они делают это в обратную сторону. Поэтому если мама знает о рисках пустышки, она информирована и ей реально она нужна, пожалуйста. Ну, в моей голове еще очень много вопросов, потому что я, как молодая мама, и я хочу посоветовать нашим телезрителям, чтобы обязательно обращались к консультантам по грудному вскармливанию. Спасибо большое за то, что вы к нам пришли. К сожалению, интервью заканчивается. Желаю вам удачи в вашей работе. И я думаю, желаю мамам, чтобы они всегда были с ребенком и не отказывались от груди. Мне кажется, это очень важно, чтобы было молоко. Ну, а я еще раз напомню, у нас была Елена Сащенко, консультант по грудному вскармливанию. А вы никуда не переключайтесь.